Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол.Т.Жизнь и это продолжение нашей карьеры за Престом. Сегодня это карьера, во-первых, за канал, но за футбольный клуб Престом, потому что здесь мы собрали всех наших участников канала, которые когда-либо появлялись на нашем канале. Сегодня у нас месяц ноябрь, 6 вроде как матчей, если ничего не добавят. Первым у нас матчем, естественно, будет Арсенал. Потом у нас получается, я не помню какой уже тур, вроде, ну получается, четвертый тур Лиги Европы против Ласка, потом через неделю после Арсенала матч с Англептоном. Небольшой перерыв, наверное, на матче сборной. Здесь у нас Лестер, дальше Рейнджерс и Эвертон. То есть три таких прям интересных команд будет у нас в АПЛ. Арсенал, Лестер и Эвертон. Рейнджерс, конечно, да, помотал нам нервы в первом туре, но у нас пока что три победы из трех и будем пытаться выходить в первой строчке. Не знаю, для чего это, потому что не знаю, по какой системе выходят команды. Итак, посещаем мы пресс-конференцию, посвященную матчу Престон-Арсенал. Так, серия продолжится, я надеюсь, у нас шесть матчей мы не проигрываем. Изменить составе будут? Вот так вот скажем. Добавлять обороты мы не намерены. Я хочу попасть в Лигу Чемпионов по итогам, но если я попаду в Лигу Европы, я не расстроюсь. Все. Так, я буду играть этот матч первым составом, хоть он у меня более-менее тут уставший некоторые игроки, но с ласками я все-таки смогу выйти вторым. А вот с Арсеналом вторым вряд ли бы я сыграл, хотя наш второй состав обыграл Ливерпуль. Состав вы видите, облачь на нашем стадионе. Поехали. Итак, замечательный наш стадион. Я все забываю поменять сетку, иначе она тут какая-то вот боговная. Именно на этом у нас стадионе так получается. Да и в других вроде я что-то замечал. Престон-Арсенал. Очередной тур английской премьер-лиги. Дзюба в центре поля. Поехали. Опа, вот здесь вот ошибка. Вот он. Пепе все-таки смог забить. Быстрая у нее гол получилась. Забить. Здесь Шмельков прям за ним не успевает. И все. Хитарян еще забивает второй. 42-ая минута. 2-0. И вот это сейчас обидно было. Прям провалилась у нас оборона. Хоть и играем мы первым составом. Сейчас будет у нас скорее всего третье поражение. Но почему, ох, как сейчас здесь Головина, кстати, сбил. Или оказать желтую получит. Ну и Дзюба возвращает наши шансы. Более-менее 2-1. Артем Дзюба перед самым перерывом уменьшает преимущество лондонского Арсенала. Забивает очередной гол за Престон. Пока что неплохо. На меня хорошая вот здесь передача пошла. И вот здесь надо мне бы постараться убегать. Но это штрафной. Снова на мне фалят. А это уже удаление, друзья. Дюнсен Эктор получает красную карточку. На мне просто сфалил. Я мог здесь 1 на 1 действительно выходить. Но вот он прям по ногам срубает. К мячу подходит у нас Александр Головин. Надеюсь, у него получится забиться штрафного здесь. И есть! Александр Головин забивает гол со штрафного лондонскому Арсеналу. Такое было. В плей-офф Лиги Европы, когда ЦСКА встречал с Арсеналом на Эмирейтс, забил Головин тоже со штрафного, между прочим. И вот здесь мы сравниваем отлично. Классный гол прям получился. В самую там девятку. Да, в самую. Ну, почти под перекладину уж точно залетел. Ну и голкипер тоже задел мяч. И, скорее всего, после него только мяч и попал. Вот здесь в ворота. Он сам так толкнул мяч. Четвертый гол. Головина. Счет 2-2. Удаление еще и у Арсенала. Так что у нас сейчас есть все шансы, чтобы выиграть эту игру. Мишин снова на Головина. Головин. Находит фасом Артема Дзюбу. Артем Дзюба. Артем Дзюба. Это камбэк, друзья. 3-2. 3-2. Дубль Артема Дзюбы. Гол. Головина со штрафного. Пока что все замечательно у нас. Дубль Артема Дзюбы. Арсеналу. Мы камбэчим сейчас просто. Кто думал, что Ливерпуль Арсенал 4-4 там это то, что нам нужно? Нет. Вот. Престон Арсенал. Дубль Дзюбы. Гол со штрафного. Еще и удаление Арсенала. И все. Поплыл. Дзюба забивает дубль. 80-ая минута. Это первый. А нет. Второй. Да, уже гол получается Престона. Во втором тайме. Арсенал пока что забил только в первом. Но арбитр свисток дает. И все, друзья. Победа Престона над Арсеналом 3-2. Мы проигрывали 2-0. Камбэкнули 3-2 со счетом. И это все замечательно. Очень классно получилось здесь сыграть. Еще и со штрафного забили дубль. Дзюбы. Но Головин лучший игрок. 9-5 у него оценка. Мы довольны игрой, которая показывает Мельников. Давайте сделаем, чтобы хорошо все у него было с настроем. Так. Можем дойти до конца. Все это мы сейчас скажем. Так. Обновлен ежемесячный отчет скаута. Давайте найдем нам новых звезд. Вот. Соколову 91-94. Демьян Чехов. Павел Крылов. Всех мы забиваем сюда. Наши мнения совпадают. Ну что же, почитаем сообщение. Здесь нам Михаил Масаковский говорит, что в хорошей форме. Я подумаю, я скажу. Итак, у нас игра против Ласка. Ласк, я так понимаю, здесь обыграл Рейнджерс. Тоже Рейнджерс все свои три матча первых слили. Могли, кстати, если бы обыграли бы нас. Как-то по-другому может быть сложилось у них. Мы будем играть с вами вторым составом против Ласка на выезде. Сможет снова одолеть клуб Ласка. Ну, именно мы. Мы сможем, постараемся. Используем проверенные приемы, скажем так. Мы находимся в прекрасной форме. Да, все это сейчас ответим. Отлично. Так, балл с джужик здесь извлечь поздно. Прям лучший такой бомбардир. Я смотрю. Бадебусы из Сен-Стена и Дриси из Спортинга неплохо так идут. Мы играем вторым составом. Я сейчас быстренько здесь посмотрю, что у нас по рейтингам. Если Казанский наберет 75-й, то Шмельков, естественно, уйдет во второй. Пока что я только это могу сказать. Что еще? Но если вот Петраков наберет 74-й, то он обгонит Буренкова. Пока больше вот ничего сильно сказать не могу. Куча, Вяткин, Миламент все по 74-й. И вот если они наберут 76-й, Айвазяна, они, естественно, вытолкнут. Ну, здесь что еще? Жамаль Динов, если наберет 75-й, выместит Дзюбу из состава. Поехали. В общем, вторым составом мы играем на выезде в Лиге Европы. Четвертый тур против Ласка. Вот, интересный матч сам по себе. Я не помню, с каким счетом мы их обыграли, но и ладно. Так, снегопад даже уже на стадионе. Ну, вроде у нас-то русские все-таки футболисты, они привыкли к снегу. Поехали. Итак, разминаются наши игроки. Сейчас у нас получается три победы. Это 9 очков. В первых трех матчах мы даже обыграли Барусю Минггладбах. Вот. Впервые мы в Еврокубах. Так, замечательно. Мы стартуем. Снег на стадионе. Наши игроки, я надеюсь, будут готовы. Начинает Ласк. Ласк Престон. Четвертый тур Лиги Европы. Поехали. И Меламент все-таки с собой вот так вот замыкает эту передачу. Свою же, причем как-то так получилось этот удар добить. И рядом со штангой мяч еле-еле, но проходит. На грани очень опасно было это сыграно. И все. 1-0. Мы выходим вперед на выезде. Погодные условия, может, сыграли на этом. Ну, вот здесь можно хорошо видеть. На ложном убрали, пробили, потащил. И вот здесь очень хорошо прям отскочило прям сразу в Мишу. И он еще и правой ногой так с собой подобрал мяч. И он рядом со штангой. Это повезло, что именно Ворота полетел. Мог и мимо, естественно, залететь. Ну, и Михаил Меламет забивает сегодня гол. Это его второй гол в Лиге Европы. Не помню, кому он забивал предыдущий. Но не суть. Может, даже и Ласку забивал. В Ворота надо было только забить. Ну, сейчас-то вот Козлов наконец-то забивает. Это 2-0. 58-я минута. Мы выигрываем на выезде Ласк. То есть, в двух матчах мы их уже обыграли. У нас точно уже 12 очков. Не комбэкнет, наверное, Ласк, как мы в матче против Арсенала. Так что, уверенная очередная наша четвертая победа в Лиге Европы. Надеюсь, нам легкие соперники будут попадаться в плей-офф, если... Ну, мы точно уже туда пройдем, мне кажется. Уверенная победа Пресса над Ласком. У нас 12 очков. Мы вроде уже точно выходим. Или нет еще. Сейчас глянем. Ну, вроде мы должны уже точно выходить в плей-офф. То есть, шансы мы себе точно уже взяли. Сейчас глянем. Итак, почему Буренков так и не вышел? Потому что он играл с Арсеналом. И у нас сейчас игра с Лангемтом. Вот эти бесит вопросы, конечно. Можно и лучше. Так. Всякое бывает, скажем, вот так. Два сообщения нам пришло. Ексов. Предложения здесь по аренде. Давайте начнем переговоры. Уже даже Рейгенов у нас берут в аренду. А Полину нет. Вот это мне обидно. Что какие-то ноунеймы будут у нас все-таки получать практику. Полина нет. На Агат мы отдадим. Надо было на полное на годы все-таки отдавать. 70 на 30. Они хотят 50 на 50. Мы 60 на 40 попробуем. Все, 50 на 50 хотят. Давайте 55 на 45 хотя бы. Отлично. Ну ладно, она сорвалась. Я просто сделаю так, чтобы у нас все игроки с нового сезона приходили прям сразу. Так. Если будет сейчас все предложения, мы на полсезончика попробуем отдать. Итак, мы, кстати, на третьей строчке. У нас лидерство в 2 очка, отставание в 4 до Тоттенхэма. Игроки отправляются в сборную. Головин, Жамалегинов, Дзюба, Мишин, Буренков, Арамакер, Долбня, Козлов, Шмельков, Казанский. Отправляются в сборную России. Я не знаю на что. В общем, на какие матчи. Но с 12 по 18 ноября. Наверное, там идет квалификация уже к чемпионату мира 2022 года. Но, надеюсь, они получше там сыграют, конечно. По бомбардирам у нас вот Дзюба здесь. Седьмая строчка. Семь у него забитых мячей. Вот. Мы играем сегодня первым составом. Дальше у нас как раз игры сборных. Они отдохнут. С Лестером мы сыграем первым. С Рейнджером, наверное, все-таки вторым. Ну и с Эвертоном тоже первым. С кем у нас там дальше потом игра будет? А, не скоро с Фулхэмом вообще. Ну, стартуем матчем с Саундгемптоном. Дальше мы, точнее, продолжаем наш выпуск. Но тур у нас с Саундгемптоном. Первым составом играем. По рейтингу что здесь? Да, вроде все нормально. Пока что никто не обгоняет никого. Ливень на стадионе. Поехали. Итак, Саундгемптон, Престон. Очередной матч чемпионата. Мы, кстати, на третьей строчке. И причем убедительно там на два очка опережаем. На четыре отставим до первой даже строчки. Так что у нас всего лишь два поражения от Нью-Касла и от Манчестер-Сити. И все остальные у нас чисто победы. Ни одной ничьей. Ну что же. Саундгемптон интересная команда. Отсюда вышел Ван Дайк. В состав Ливерпуля. Много хороших игроков в Саундгемптоне, кстати, было. Но у нас матч Саундгемптон-Престон. Поехали. И сразу же Мишин на Дзюбу отдает. И Дзюба сразу же на третьей минуте забивает. Вот что значит быстрый гол, друзья. Дзюба был заряжен. Пушечку свою заложил. Отыграл. Редман с мячом. И вот, что творит сейчас Саундгемптон. Они в длинную передачу вышли. Это очень хорошая контратака у них. И просто здесь наша оборона не справилась. Ну и вот. 1-1 уже сразу. Головин на Дзюбу. И Дзюба 2-1. Отлично. Дубль Дзюбы снова нам сейчас поможет, наверное. И перед самым перерывом снова забивает Дзюба, как в прошлом матче с Арсеналом в ОПЛ. Классно сейчас отыграли. Атака сейчас от них. Ой-ой-ой. Ну это вот, что я вам и говорил. Очень хорошо Саундгемптон пасуется. И начинает свои атаки. Очень классно они сейчас отыгрывают вообще. И снова 2-2. И снова Адамс забил, кстати. Так что у них пока что Дзюба по дублю. И у обоих есть шанс забить Х3 сейчас. Головин. Получается у него пройти. Головина. Получается пройти. Дзюба хэтрик. Дзюба забивает хэтрик. Или это все-таки гол от Вестергарда. Я не знаю сейчас. Надо глянуть. Но Дзюба замечательно все сейчас сделал. Он попытался там что-ли между ног и Вестергарду прокинуть. Но Дзюба забивает хэтрик. Это пятый мяч Дзюбы в двух последних матчах. В ОПЛ. Вы просто посмотрите. Он в очко-то прокинул, кстати, Вестергарду. Здесь вот будет видно. Он так повернулся опять. Пробил. И между ног Вестергарду. И Дзюба, да, все-таки забивает хэтрик. Десятый гол Артема Дзюбы в ОПЛ сегодня. Поздравляем его. Ласка. А вот и мой шанс. Опа. Здесь прямо на мне сразу срубают. Это красная, кажется, должна быть. Либо нет. Либо да. Сейчас узнаем. Нет, вроде как устно. Но прям по ногам здесь срубил. К мячу меня поставили. Но пенальти больше у Дзюбы здесь. Поэтому Дзюбой будет пробивать. Паненкой в левый верхний угол, естественно. И Дзюба забивает покер. Покер Артема Дзюбы против Саунгемптона. Это замечательно. Дзюба будет нашим лучшим, наверное, бомбардиром в этом сезоне. В ОПЛ. Он очень классно играет. Но тут еще и пенальти мы дали. Хотя меня поставили как штатного пенальтиста. Потому что я себе как-то это поставил еще в начале карьеры нашей. Вот. Но у Дзюбы все-таки больше был показатель по пенальти. Поэтому его мы и поставили на точку. 11 голов Дзюбы на данный момент. Победа 4-2 сейчас будет. Уверенная победа Пресна Натлан Гемптоном. 4-2. Покер Дзюбы. Вот он получает свой, естественно, мяч. Почему-то фамилию мне написали. 5 ударов. Ему потребовалось для того, чтобы забить 4 мяча. Ну, замечательно. Дзюба сейчас мы глянем на какой вообще строчке будет в ОПЛ. Ну и 10-0, естественно, оценка у Дзюбы. Дзюба забил сегодня 4. Что скажете? Он суперзвезда, будем так говорить. Сколько сможет еще продлеваться ваша заслуга игроков? Сон Гемптон. Пресна всегда выиграет, мы так будем говорить. Итак, нам приходит предложение по Ексову, КАС, ЕУПН. Хочет взять его в аренду. Начнем переговоры на краткосрочный, его сдадим в аренду, чтобы он к нам пришел с следующего сезона. Там мы бы его уже на полноценную аренду бы отдали. Не на год, краткосрочный. Они согласны. 40 на 60, нет. 60 на 40. Согласны, все. Ну, теперь только за Ексовым. Гаврил Ексов. Ждем от него уже решения. Но пока что мы идем на третьей строчке. 4 очка все так же до Тоттенхэма. 1 очко до Челси. И 2 очка лидерства. Причем у нас будет матч сегодня еще и с Эвертоном. Дзюба, кстати, 11 мячей. На 1 мяч опередил Мане. И на 11 этот Кейна. Кривохарченко опять начал психовать. Нехватка времени для него. Чего? Он постоянно у нас играет. Он в Лиге Европы у нас играет. Не понимаю, почему эти психи начинаются. Ексова сдали мы в аренду. Кривохарченко предложение из-за того, что он попросил выставить. Вотфорд за 24 900 хочет его подписать. Мы будем все отклонять. Мы Буренкова до сих пор, кстати, не продаем. Вот. Так. Здесь у нас что? А кто здесь у нас вообще был? Сборные еще. Я понял вас. Я заново, наверное, сейчас пробью. Все-таки тренировки какие-нибудь. Ексова сдали. Да, да. Так. Смотрим, что у нас здесь. Окончательный отчет. Да, я искал здесь игроков. Роман Зобвин 81 рейтинг. Николай Рассказов 72. Кстати, уже рейтинг. Тут интересно. Иван Облеков 75. Неплохо будет, если что. Магомед Аздоев 73. Антон Миранчук 79. Алексей Миранчук 80. Илья Кутепов 76. Георгий Джекиа 79. Я думал, он уже 81 там. Федор Чало. Вот его бы я точно подписывал вместо Дзюбы 78. Ну и все. Таких мы прям посмотрели. Давайте заново пробьем некоторые тренировки. Чтобы тут у нас все прям так прокачали. Так, Твердовского. Но пока что мы качаем. Пусть у него 60 будет. Мы его переведем в состав. И будет тогда уже другой. Так, здесь что? Соколов тогда качайся. Ексов. Мы уже тебя сдали в аренду. Поэтому тебе не надо сильно тренироваться. Полузащитники. Молодежный состав. Давайте. 178. 178. Левая нога. Левая нога. Кстати, у обоих. 191. Другой. 107. Давайте вот тогда Артем Борисенко. Раз он дороже стоит. Его и будем качать. Так, центральные защитники. Ну, здесь что я могу сказать? Самый низкий у Дивеева. Поэтому его и будем качать. Полину мы и так уже в аренду поставили. Что здесь? Туренков или Петраков. Да, я не знаю. Давайте Довни все так же будем качать. Сейчас пробовать. У него выше был только рейтинг. Это когда все уже 82. У Твердовского 60. Сейчас будем его пытаться, если ему есть уже 16, в основную команду и выставим его на трансфер, чтобы его в аренду кто-нибудь забрал. Так, молодежный состав. Молодежная академия. Смотрим по рейтингу. Во-первых, что здесь? Никто не упал. А Твердовскому еще 15. Поэтому, ну все. Будем ждать тогда, когда ему исполнится. Так, что здесь у нас? Рейтинги быстрее мы сейчас посмотрим. Может кто-либо там прокачался. Да нет. В рейтинге все такие же и остались. Итак, у нас матч против Лестера, Рейнджерса и Эвертона. Осталось 3 последних матча. Начнем мы, ну естественно, против Лестера мы сыграем первым составом, потому что сейчас нельзя вообще терять нам очки. Надо хотя бы форму набрать хорошую. Так, что снова первый став у нас выходит. В Лиге Европы против Рейнджерса мы сыграем вторым. Пасмурно на нашем стадионе. Поехали. Итак, наш снова домашний стадион. Мы играем сегодня против Лестера первым составом. Идем мы сейчас на третью строчку в АПЛ. Престон, Лестер, АПЛ. Поехали. Поэтому, скорее всего, и не первым даже составом будет Гизаль. Ой, ну все. Естественно, Слимани здесь забивает. Снова вот эта вот ошибка. Долг меня в каждом матче в своем уже пропускает. Он против Арсенала пропустил. Против Сангемптона сейчас пропускает. Вот это нам обидно, что мы-то вроде хорошо играем. Дзюба. И Мишин. Отлично. Матвей сравнивает счет. 1-1. Классно сейчас получилось. Это хорошее подключение именно Вовы было сейчас к атаке. Он нашел пасом Дзюбу. И Дзюба вот так вот перепасовался с Матвеем. И голевая от Дзюбы на Матвея Мишина. 1-1. Сравниваем счет. Время есть еще, чтобы и выиграть. Очень хорошо прям в нижний угол забивает Матвей. Свой первый угол, кстати, в пример лиги. Поздравляем. Отлично. Отыграл Шмельков. Но нет. Но это все равно. Почему сейчас оборона вообще никак не справилась? Вы просто это видели? Вот здесь вот я все сделал. Я уже отдавал передачу. И там еще этот навес. Он как мог вообще перепрыгнуть его? Неплохо. Головин. И Головин 2-2. Отлично. 87-я минута. Александр Головин сравнивает счет. Все круто у нас идет, конечно. Но вот именно вот такие пропущенные мячи, которые из ничего просто возникают. Это на самом деле обидно. Головин забивает свой пятый гол в премьер-лиге. Поздравляем его. И все, друзья. Наша первая ничья в АПЛ. Мы поделили очки с Лестером. 2-2. Обидно, конечно. Но ничего здесь не поделать. Какие-то скрипты все равно работают. Дзюба лучший игрок матча. Поздравляем мы его. Так. Проводить беспроигрыш серию. Из нуля последних матчей сыграв ничью. Лишь один. Из нуля. Серия продолжится наша беспроигрышная. Удача тут ни при чем, скажем. Две прекрасные обороны. Что ж, проводим очередную тренировку. Соколов, Борисенко. Прокачались. 55-56 рейтинг они получают. Ну и все так же. Мы получаем предложение теперь уже от Кристалл Пелоса по Кривохарченко. Столько ровно, сколько и Уотфорд предложил. Мы отменяем это. Ну и у нас матч с Рейнджерсом, который даже за 4 матча они против Гладбаха 2 игры проиграли. А мы уже точно, я так понимаю, даже если Ласк выиграет 2 игры, мы проиграем. У нас будет 12. У них 9 очков. Они наберут 6. Ну а Гладбах еще все-таки может нас обогнать. Все решится в последнем, наверное, все-таки там в туре. Кто выйдет с первой строчки. Итак, что у нас по Буренкову можно? Понял, переговоры нельзя. Ждем тогда еще как-нибудь. Так, мы посещаем пресс-конференцию перед матчем Рейнджерс с Престом. Казанский еще сыграет, ротация важна. Я не помню, Казанский во втором вроде составе, поэтому он сыграет. Меня интересует только трофей, скажем. И сосредоточиться, сыграть хорошо. Ну что же, сейчас мы отыграем вторым составом. Я рейтинги сейчас быстренько так гляну. Ни у кого не повысились. Поэтому мы сыграем сегодня вторым составом против Рейнджерса на выезде. И против Эвертона мы сыграем первым. И на этом мы закончим наш выпуск. Будем играть желтой. Они пусть свои домашние синие пасмурно в стадионе. Поехали. Итак, пятый тур Лиги Европы. Сегодня мы уже точно знаем, что мы попадем в плей-офф Лиги Европы. Но теперь у нас именно идет борьба, скорее всего, с Баруси Ментглабах за попадание на первую строчку. Ну и выход все-таки это престижно выйти из первой строчки. Там, наверное, какие-нибудь призовые чуть побольше все-таки будут. Но посмотрим. Может быть и соперник нам полегче попадется. Не знаю. В какой-нибудь момент. Потому что сейчас ему останется с Ласком последняя игра. Но они даже Ласку проиграли. И вот так вот забивает Рейнджерс, который все сейчас 4 матча свои проиграл на старте. Хасти забивает на 22-й минуте. Просто пушка Кривохарченко, естественно, не справляется. Красивый. Причем Козлов на вторую, наверное, попытку дает для Масаковского. Масаковский в штрафной уже. И Козлов забивает. Все-таки оффсайда не было. 1-1 перед самым перерывом. Тут еще и дополнительную минуту мы больше отыграли. Козлов сравнивает. 1-1. Уходим мы на перерыв. С хорошим для нас счетом. Козлов находит Вяткина. И Вяткин. Ну, Ярослав 2-1. Мы просто сразу вышли вперед. В начале второго тайма отлично. 49-я даже минута там вроде. 2-1. И вот так вот хорошо мы разыграли. Минимальная победа Преснана над Рейнджерсом. Наша, получается, уже пятая победа в Лиге Европы подряд. Так что сейчас все у нас решится с Барусией. В следующем уже, наверное, выпуске это будет. Давайте. Казанский находится в прекрасной форме. Все комплименты заслужены. Так, нужно сосредоточиться, скажем. У нас все бьют до конца. Так, сборная Финляндии нам предлагает стать тренером сборной. Ерёбинка вот. Его бы я бы взял в сборной. Его вроде нет сейчас в FIFA. Он только в Pro Evolution, наверное, там за Ростов играет и все. Что у нас сейчас в чемпионате? Если мы сейчас выигрываем, у нас будет 34 очка. И мы сравниваемся с Челси. Но у нас из-за того, что мы как раз сыграли в ничью с Лестером, Эвертоном у нас сравнялись теперь очки. И просто надо побеждать и догонять Челси. Дзюба здесь 11 мячей уже забил. Но Тоттенхэм и Ливерпуль уже отыграли просто свои матчи. Так что сейчас все. Внимание на Дзюбу. Если он забьет сейчас опять хэт-трик, либо покер, будет 15 у него мячей и он обгонит Кейна. Последний матч на сегодняшний выпуск. Матч против Эвертона. Снова тяжелый будет, наверное, по рейтингам. Никто, я смотрю, так вот прям не скакнул. Поэтому никого менять пока что. Поехали. Итак, последний матч на сегодня. Эвертон против Престона. Сейчас у нас идет борьба за вторую уже строчку, чтобы обогнать. Нет, хотя бы сравняться с Челси. Сейчас нам нужно обыгрывать Эвертон, отрываться от них. Они идут сейчас, кстати, рядом с нами. Гудисон Парк, Эвертон, Престон. Поехали. Пасом на Мишина. Мишин. И Дзюба забивает свой 12-й гол в АПЛ. Мы выходим вперед. Это отлично. Сейчас мы разыграли. Точно так же, как и Батын нам забивает постоянно, так и мы сейчас. Разыграли все. У него 14 вроде у Кейна. Отлично, Мельников. Еще и Головин вот так вот уже 16-й минуту, 2-0. Так что мы уверены, я надеюсь, сегодня победим. Все замечательно у нас происходит сейчас. Айвазян. И все-таки забивает. 3-0 мы громим на Гудисон Парк, Эвертон. Замечательная игра. Мельников обратно на Головина. А здесь Головин. Ух, как он на Мельникова. 4-0 разгром. Сейчас Мельников с Головином просто обменялись голами и голевыми. К перерыву мы громим 4-0. Вот. Айвазян. Опа, Дюба 5-0. Как сейчас вообще повезло. Дюбе только в радость забивает голы, так что без разницы. Как он сейчас это забил? Главное, что забил. Разгром Престон от Эвертона. 5-0 мы побеждаем. Все замечательно у нас получается. Это первая сухая победа за сегодняшний выпуск у Довгни. Лучшим игроком становится Максим Мельников, кстати. Но Дюба забил вроде дубль. Так, Дюба сыграл прекрасно, естественно, мы скажем. У нас есть все условия, чтобы серия продолжалась. Но они молодцы, мы скажем. Боролись хотя бы до последнего. Итак, Головин рад тому количеству времени, которое мы ему предоставляем. Я жду от тебя большего, мы скажем. Так, мы сейчас на второй все-таки до строчки. Мы обогнали Челси по, наверное, там забитым и пропущенным. 6 очков у нас до Тоттенхэма. Дюба сравнялся с Манэм. 13 у него забитых мячей. Проводим очередную тренировку. Тут Реггин и Дивеев немного покачался. Вот. Ну и все. Мы сейчас посмотрим с первого числа. Ливерпуль нам тут предлагать стать тренером клуба. Я откажусь. Так. Быстренько сейчас подпишем или уберем. Вот Роберт Мешков, например. Бондарчук нет. И Леонтий Гончаров. Возьмем. Пост главного тренера Ливерпуля мы отклоняем. Они там сейчас неубедительно вроде где-то идут. Да, на шестой строчке. 10 очков у них отставания нет. Я не пойду в такой клуб. И кто у нас на ноябрь кандидаты? Сейчас глянем. Может, наши есть тут игроки? Да, тут целых наших два. Это головины Дзюба. А тут Кейн и Сунхин Мин. То есть прям первая и вторая строчку взяли топовых игроков и добавили. Но это будет круто. Шансы прям равные. У Тоттенха мои у нас. Чтобы именно наш игрок стал игроком месяца. Но сейчас до Фулхма дойдем. Там как раз уже будет известно, наверное. Так, тут по Кривохарченко хотят все знать. Будут ли мы его продавать. Ну и лучшим игроком стал Дзюба, кстати. Поздравляю. Дзюба благодаря тому, что очень хорошо играл в последних матчах. Там Покер забил Сангемптону. Эвертону дубль забил. Забил Арсеналу дубль вроде. Так что у него все хорошо. Что здесь у нас? Кривохарченко. Смотреть предложение нету здесь больше никаких. Поэтому я не буду. Убрать из списка нельзя. Так, Чопа Буренкова можно или нет? Нет, нельзя. Убрать из списка тоже нельзя. Хотя у них все там нормально, с радостью пойдет. Что у нас по матчам на следующий выпуск? У нас здесь с вами будет 8 матчей. То есть на 2 больше, чем обычно практически. Фуллхэм, Гладбах и потом посмотрите. Здесь идет Тоттенхэм первая строчка и Челси. Это третья строчка. Будет очень тяжело бороться. Еще потом Эмью идет. Снова Эвертон и снова Лестер. Вот так вот. Потом опять Эмью. Сидим, здесь как-то странно. Это все, ладно. Заканчиваем мы на этом выпуск. Спасибо всем большое за просмотр. Давайте подведем все-таки итоги. Это тоже надо. Что-то куда-то поторопился прям. Да, Челси сыграли свою игру. Но нам надо выигрывать. И тогда мы их обгоним. На третьей строчке мы здесь идем. Здесь все-таки это наш суперкубок Англии. Здесь второй тур Кубка Англии еще идет. Только начался недавно полуфинал. Здесь Кубка Карабава, Сити, Тоттенхэм, Эвертон, Ливерпуль. А мы вылетели когда? Мы вылетели вроде в четвертом туре, правильно? От Тоттенхэма, да. Вот. Ну здесь, наверное, Ливерпуль и Сити выйдут. Либо Тоттенхэм сейчас может выйти. Здесь ничего такого. Здесь Ливерпуль 2-0, Эмью победили. И здесь мы тоже попозже это все посмотрим. Ну и здесь мы 5 у нас побед. Побед. Хорошая статистика. Все, что могу на этом сказать. Спасибо всем большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Андрей и канал Футбол. Это Жизнь, до новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok